Слава Господу! Я рад, что вы пришли. Не разводите панибратство с Богом. Он есть Бог, и мы в Его присутствии. Когда Бог по-настоящему начинает касаться человека, трудные вещи происходят. Он задотрунулся до ковчега Господня и просто замертво упал. Сыновья Надави и Ути, сыновья Ароновы, они вошли во святое святых со своими кадильницами. Они решили внести свои ароматы пред Богом. Бог умертвил их сразу. Они просто погибли. И это страшные вещи, когда Бог начинает спрашивать за то, что Он сказал. Итак, у меня будет короткое слово. Это послание к Филимону. Это самое короткое послание в Библии. Всего 25 стихов. И здесь рассказывается целая жизнь. И я хочу нечто сказать. Проповедь Евангелия – это работа Духа Святого. По-другому не получается. Это не просто я проповедую. Это Дух во мне свидетельствует о Христе. А я представляю Богу свои руки, ноги, голову, уста свои, голос свой. Я предоставляю все это Богу моему. И Он идет этими руками, ногами. Я еще раз повторю. Одна бабуля молилась и говорила о некоторых вещах пред Богом. И говорила, Бог даст, Бог даст, Бог даст. И внук сказал ей, бабушка, у Бога нет рук, как Он даст? У Бога нет ног, как Он куда сходит? У Бога нет рта, как Он скажет? И тогда бабуля сказала, что у Бога есть мы. Мы. И мы должны научиться передавать Божьи истины. Мы должны научиться. И это научение происходит от Духа Святого. Мы должны однажды сказать, что Господи, теперь не я живу, а живет во мне Христос. Что такое живет во мне Христос? Это не говорит о том, что ты человек стал каким-то другим. Это говорит о том, что внутри тебя больше стало Христа, чем тебя лично. Ему должно расти, а нам умоляться. У нас был недавно разговор с братьями. И мне было интересно слышать, что такое мой образ и подобие Божье. Я хочу сказать сегодня ко всему собранию. Мы совершенно не похожи на Бога. Мы совершенно не похожи на Христа. Он совсем другой, чем мы. И таких, как мы, вот как есть по нас, по сути, вот как мы, человеки, есть плотские, Бог не приглашает в Царство Божье. Он сотворил нового человека, Он внутри вас. И мы должны отдать Ему все власть и все господство, и эту жизнь отдать Ему. Он будет жить через вас. Запомните, не бывает жизни без смерти. Любая жизнь рождается из смерти. Любая жизнь рождается из смерти. Что-то должно умереть, чтобы жизнь открылась. Это цена, которую мы должны будем платить. И чем больше у тебя Христа и меньше тебя, тем Бог легче будет использовать тебя своим даром. Павел дожил до такого, что мог сказать, а теперь не я живу, а живет во мне Христос. Это не жить жизнью со Христом, а это жить жизнью Христовой. Христос хочет жить через тебя. Он хочет отвечать до нужды людей через тебя. Он хочет говорить с людьми через тебя. Сестричка сегодня говорила, я даже заметил, ее муж узбек, высокий такой узбек, приходит. Я уважаю его, этого человека. Он пожилой уже, старцев не так уж много у нас. Но он пожилой, аксакал, и он любит Господа. Он уверовал, поэтому я задал вопрос. Своему узбеку ты говорила? Улыбаемся. Нет, говорит другому. То есть она получила откровение. Слава Иисусу. Спасибо, сестричка. Она когда-нибудь свидетельство расскажет. Но они прожили с мужем, он и ей узбек 50 лет вместе. Это здорово. Молодые сегодня не могут, терпения не хватает. Ну, плоть она не выдерживает. А духовности нету, никакой. Жена Сло, он 5, она 5, он 25, да? Или наоборот. Она 125, он 25, и побил ее. Она не уступает. Сейчас, говорит, равноправие. Разводят женский феминизм и все прочее. И много таких вещей. Жены не хотят повиноваться мужьям. Мужья не хотят слушать жен. Главное выдержать до конца. Итак, Филимону послание апостол Павел пишет. Помните, жизнь происходит из смерти. Чем больше вашего я умирает, тем больше Христа через вас проявляется. И чем больше Христа проявляется через вас, тем вы нужнее и людям, и Богу, и всем остальным. Чем меньше Христа в вас, а больше вашего я, тем больше плоти через вас проявляется. Тем больше проблем, болячек, споров, разногласий, зависти, обид, сребролюбия, эгоизма, тщеславия. Все это, весь этот букет вылазит через вас. Вы понимаете? Это говорит о том, мало Христа. Дух не может контролировать вашу плоть. Сил нет. Хотя, я еще раз повторюсь. Мы молимся. О Господь, о Царь моей жизни, о Бог. Но от песни до реальности очень далеко бывает. Иногда я слушаю, песня хорошая. А когда касается жизни, очень далеко все. Очень далеко. Там еще нужно удары и удары в жизни, чтобы подклетали и гордость, и самолюбие, и эгоизм, и тщеславие, и надменность. Чего только нету. И слово блудие. Чего только нету у людей. А там еще, если заглянуть поглубже. Но Он есть Царь. Аминь. Итак, послание к Филимону. Апостол Павел пишет. Он в это время был узником. Он уже был старцем. И он был в тюрьме. И он говорит, пишет Филимону, как своему брату, у которого была своя домашняя церковь. Он говорит, благодать вам и мир, и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И он говорит, благодарю Бога, всегда молясь о тебе. Он молился о Филимоне, как служителе Божьем. Слыша о твоей любви, обратите внимание. Павел говорит, что вы дома еще раз прочитаете это. У меня коротко времени, но я хочу, чтобы вы еще прочитали дома это послание. Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу и Иисусу и ко всем святым. В шестой стих особо. Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. У многих у вас есть вера. Но Павел говорит, Филимон, я хочу, чтобы вера была деятельная. Обратите внимание, женщина сидела в автобусе. Она получила слово от Бога. И она тут же спросила соседа, а ты слышишь Бога? Посмотрите, миллионы мусульман молятся. Дух Святой побудил ее задать этот вопрос. Не всякий из нас поспешит ответить на него. А ты слышишь голос Божий? Овцы мои знают голос мой. За чужими идут? А ты? А ты знаешь голос его? Что тебя тянет? Плоть твоя тянет по жизни? Или Господь тебя ведет? Что тебя тянет по жизни? Зачем ты идешь в жизни? Итак, да поможет нам Господь. Смотрите, дабы общение веры твоей оказалось деятельным, оно что-то должно производить. Вера производит определенное действие. Если ты по-настоящему веровал, с тобой что-то происходит. У тебя текут реки воды живой. У тебя должны течь реки. Если у тебя нет этой реки, у тебя ничего нет. Когда Дух Святой приходит в твою жизнь, если ты крещеный Духом Святым, у тебя течет река. Если у тебя нет этой реки, ты не знаешь, с чего начать, что говорить. У тебя ничего нет. Ты проблема в церкви и для Бога. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником. Он говорил это женщине-блуднице. Как только он сказал это, она побежала, уже самаряне пришли туда. В начале нашего собрания я сказал о том, кого ты, с кем ты общаешься долгое время, тому ты начинаешь подражать. Тому ты начинаешь подражать. На того ты становишься похожим. Четвертая глава Евангелия Тауна говорит о том, что эта блудница, она общалась с Иисусом. Он рассказывал ей, открылся ей. Кого она увидела, о том она начала ей говорить. Мы говорим о том, кого мы видим. Или что мы смотрим. Когда мы увидим Христа, мы будем говорить о нем. Если мы не видели, у нас просто такое теоретическое представление. Такой теории достаточно у всех людей на земле. Пойдите послушайте религиоаведа в институте или университете. Религиоаведа. Он так рассказывает истории библейские. Замечательно рассказывает. Но это для него история, которую мы должны изучать. Говорит, у народа, если нет истории, нет и будущего. И он начинает истории рассказывать, сказки. И он представляет их как гипотезы, сказки и прочее. Сегодня христиане тоже нашли такую позицию. Они тоже рассказывают истории. Иисус не историческая личность. Иисус реальная личность сегодня здесь. Духом Святым. И Он хочет являть Себя миру через нас. И вот сестричка решила это в общем разу. А ты слышишь Бога? Ты же молился. Ты намаз совершаешь, да. А ты молился? Да. А ты слышишь, что Бог сказал? А как слышать? Нет. А как слышать? Нет. Нет. Сегодня много людей молятся, но они не слышат Бога. Буддисты молятся. Мусульмане молятся. Христиане молятся. Не слышат Бога. А Он сказал, все я с вами во все дни до скончания века. Бог хочет реальность. Он хочет, чтобы ты слышал и знал Его. Потому что рассказывать совластью в Духе Святом ты сможешь только тогда, когда ты встречаешься с Ним. Когда это переживание приходит, ты встретился с Ним. И ты идешь и говоришь, потому что ты получил Слово. Иисус говорит, я от себя ничего не говорю. Что услышал, то и говорю вам. Что увидел, то и делаю. И это сегодня христиане должны иметь в этом внутри себя. Что услышал, то и говорю. И тогда у тебя появляется власть говорить. И ты говоришь не просто так. Ой, я знаете, вот сон такой с ней приснился. Я так лежал, хорошо. И вот сон. И ты как анекдот какой-то рассказываешь. Нет. Когда ты лично переживаешь общение с Богом, ты не будешь говорить просто так. Ты так заговоришь, что это будет настораживать всех. Говорит, или с ума сошел, или надо его в дурдом отправить, или он правду говорит. На Иисуса, когда он говорил, они говорят, бес тебе. А другие говорят, бесноватый, так не может говорить. И за вас так заговорят. Вы понимаете? Потому что вы не будете, как просто анекдоты рассказывать, или истории какие-то рассказывать, библейские. Что-то другое будет у вас. Там внутри появится такая тональность такая, совсем другая. Железная нотка такая. То есть все будут знать, что что-то с тобой произошло. Что-то с тобой произошло. Это то, что тебе сегодня нужно. Потом будет сказано, ищите его, приблизьтесь ко мне, я приближусь к вам. Вкусите меня, и узнаете, как я была. Понимаете, вкусить, это я вкусил, а ты? А если ты не вкусил, совсем по-другому все. Да поможет нам Господь. Итак, здесь сказано, посему, в этом послании, Павел говорит об одном человеке, Анисиме. Это был раб. В свое время Филимон, раньше был рабовладельческий строй. И вообще у евреев было даже по закону, там, сестра или брат, там, или кто-то родственник, мог продаться господину своему, и он мог быть рабом 7 лет, потом отпускать его через 7 лет, и может отрабатывать. Но если раб не хочет, может ухо проколоть. Рабство было. Но Павел уже в Новом Завете говорит, кто призван рабом, оставайся им. А лучше, если вы уж лучше, у вас освободиться, освободись. Но здесь говорится об Анисиме, который жил у Филимона, и потом убежал. Он был рабом Филимона, и убежал. И попал в тюрьму, там, где Павел был. И Павел родил его. Павел родил его. В тюрьме он уверовал, покаялся, и по-настоящему. И вот Павел пишет Филимону, прошу тебя о сыне моем, Анисиме, который родил я в узах моих. Понимаете, если у вас в Бог течет жизнь Божья, вы будете рождать и в тюрьме. Вы там будете свидетельствовать, там будут люди рождаться. Вы на улице будете рождать. Вы везде будете рождать, потому что жизнь Божья течет через вас. Вы уже Божий сосуд. Через вас течет Божья жизнь. Естественно, она течет. Это нормально, когда течет через вас жизнь. Вы не можете молчать. Вы говорите о Христе. Он был негоден, некогда негоден для тебя, и теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. И дальше он говорит, если он чем-то обидел, я заплачу, я отдам тебе долги, я Павел себе наручную пишу, я отдам тебе все. Вы понимаете, это была целая революция для Филимона. Он говорит, прими теперь его не как рома, а как брата, как меня лично прими. Я так думал, Господь, почему так Павел особо говорит о Анисиме? Вы знаете, что он был епископом, Анисим стал епископом Ефесской церкви, одна из больших церквей. Игнатий был там, потом Анисим. Мы продолжим на следующее собрание, может быть, короче будет. А сейчас я хочу, чтобы вы помолились за тех, кого мы однажды сказали и забыли про него. А сейчас Дух Святой вам напоминает это имя. Закройте глаза, склоните головы. Отец, мы в твоем присутствии, мы не можем без тебя ничего. Я вижу из этого маленького послания, как Павел переживает за Анисима. Он просит Филимона, чтобы он принял его как брата. Во Христе. Не как раба, а как брата. Господь, научи нас так переживать за людей, которые однажды родились от слова истины, которым мы говорили, и мы понимали, что это ты говорил через нас. Господь, я прошу Тебя, заговорись с этими людьми. Ты знаешь, Господи, Меркина, Ты знаешь, Господи, соседи мои, Господь. Вот они все мои, пред глазами моими. Господь, я хочу, чтобы семя Твое проросло. Когда Ты ведешь, никто не может остановить, Господь. Тогда никакая религия не может остановить. Ты живой Бог. Ты знаешь, Господи, имена тех, которых сейчас говорят мои братья и сестры. Они приглашали, они говорили. А теперь мы понимаем это молитвой веры. Господь, возрасти это семя. Пусть и на наших грядках будет жатва, Господь. Чтобы мы могли привести тех людей, которых Ты определил ко спасению, Господь. Потому что никто не может прийти к Тебе, если Ты не привлечешь. Поэтому наша молитва к Тебе привлеки тем словом, который мы проповедовали. Потому что это слово Ты вложил в нас. Оно не имеет силы смерти, оно имеет силу жизни. Господь, благослови, прославь имя Твое, Боже мой. Мы молимся за эти имена, Господь. За этих людей, которые однажды слышали Евангелию. Возврати, кто сегодня попал под удары жизни, которые попали в сомнения, в депрессию, Господь. Те, которые сегодня, Господь, услышал весть, и им сказали, не ходи туда. Там сектанты, там деньги собирают, там еще что-то. Разрушь эти, Господь, ереси в их головах. А дай им услышать Тебя, единственное Тебя, Господь. Боже мой, я знаю, что Ты принимаешь и без денег. Господь, Ты принимаешь, лишь бы человек пришел к Тебе и познал Тебя, и взыскал Тебя всем сердцем. Дай, Господь, это. Мы молимся за тех, которые приходили, падших подыми, углали их возвратить, наполни собрание святыми Твоими. Господи, Ты силен простить грехи, Ты силен снять вину, Господь. И мы сегодня к Тебе обращаемся с верою. Прославься, Господь. Тебе же мы поклоняемся от души. Пусть, Господи, как у этой самарянки из нас потекут реки воды живой. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.